что ж всем привет ребят с вами снова демси и сегодня мы будем заканчивать прохождение Need for Speed 2015 года это 18 завершающая серия прохождения и сегодня я записываю это 4 марта 2023 мы закончим прохождение этой игры и наконец-то полноценно перейдем к прохождению Half-Life ну и конечно же других игр в том числе и Most Wanted на стоковой машине на стоковом кобальте и мод для карбона под названием Carbon Battle Royale ну а пока давайте приступим к завершающей серии не забывайте ставить лайк и писать свои советы по поводу других игр я все-таки прохожу не только nfs 15 на канале и жду вас всех на Half-Life да не только на ней давайте продолжим нас сегодня ждет как минимум две гонки у ману два дрифта и серьезный разговор со спайком кажется я догадываюсь что он хочет мне сказать кажись нашего мальчишку ранили в самое сердце ведь я подозреваю что магнус вокер все-таки был для него каким-то идолом а в прошлой серии я его уничтожил на скайлайне эдика то есть даже не на своем макларене полностью прокачанном и да интересный факт я записываю третью серию подряд то есть и 16 и 17 и вот эту финальную 18 в один день это для меня необычно потому что чаще всего я стараюсь одну серию nfs и одну серию по халфе записать но сегодня так как то получилось что много времени свободного и думаю давайте уже закончим с этим прохождением так что приступим у нас дрифт сману будет давай вниз кажется я такое название уже видел если честно но я хочу поучаствовать именно на скайлайне эдика скайлайн бонусный так сказать я его купил в магазине за 0 долларов хотя в принципе его могли так дать сразу но почему-то я должен был еще дополнительное действие совершить осмотрим как он дрифтует 30 тысяч еще и копы на хвосте ну как обычно классик кстати дрифт довольно неплохой надо привыкнуть скорости набираю маленькую это все потому что сама машина гораздо медленнее чем мой макларен да можно было гораздо больше набрать но я почему-то побоялся что могу врезать я думаю все равно справлюсь это не проблем что-то у меня такая чуечка чтобы последняя финальная точнее гонка будет именно с ним ну и что это значит не все не так слушай угомонись ты дал нам слово ага и глянь-ка кто тут давай тащись в бар дружище быстрее есть что обсудить это важно спайк да все окей ману до встречи у него точно шила задница ты поедешь ману я не могу похоже выбора у меня нет да я так и понял финальная гонка будет против спайка мы это такое себе если честно против спайка лучше бы против ману условного но такой этот ваш спайк он конечно за мотивированный у него личная обида произошла какая-то на меня я не знаю окну нужное количество очков я набрал на это на это было больно смотреть я знаю однако все таки спайк подождет я хочу сначала закончить с этими гонками для ману не знаю сколько и всего еще возможно он позвонит после второй гонки после 2 дрифта и скажет а давай-ка еще пройдем что нибудь вот почему копы такие приставучие именно тогда когда тебе уже на них кофе черт заметил все таки не понял и не мог ехать прикиньте поймали бы нам на скайлайне эдика называется отдал нефти руки все потеряю меня уже для чего тогда вообще глушить двигатель если он тебя все равно замечаем для чего это опция кажется он едет а нет это него это это что такое вообще было он просто ехал за другими чуваком врезался в меня и бедя арестов ну хоть посмотрим на этот процесс боже арестовали из-за того что он врезался у меня я заглушил двигатель и не мог двигаться когда я попытался уже поехать было поздно вау и что произошло ничего не произошло правильно просто штраф заплатил никакой отметки машина никто не запомнил но это нормально это я просто после мост вода там многого требую еще одно соревнование по дрифт ну и после этого я пересяду как обычно на свой макларен потому что это моя основная машина для финала просто решил немного покататься на скайлайн и в принципе он неплох но он хуже чем бмв в этой игре как минимум а я против ману буду и с копами которые меня поймали такой стыд ману 7000 набрал за поворот ну все этого одни ворота будет это будет тупо в одни ворота ману такой же неудачник ненамного больше ты набрал вообще дружище а вот теперь намного мне просто скорости не хватает и траектории 25000 но все я понял намек тащу макларен хороший поворот просто шикарный хотя он только 29000 точнее только 2000 набрал его было 27 это избиение ману в прямом эфире но даже так он умудряется набирать куча очков неплохо уже не сильно отстаю а ну-ка смотришь ли ты побить этот рекорд сколько ты наберешь неудачник я его обошел опять этот поворот сколько наберет ману будет забавно если я выиграю на полностью убитом так сказать скайлайне который не тащит хотя это вообще бонусная dlc машина ее использовать сюжетных гонках фея это неправильно я думаю это как читерство да она ничем не лучше любой моей машины которую я покупал в игре но тем не менее она бонусная уникальная я могу так проехать нет могу могу я думал пропущу контрольную точку и на этом все закончится но нет все хорошо а ману то оказывается неудачник он выигрывал выигрывал и перестал выигрывать в моменте это уже нереально для него увы путь закрыт ну наверное это финальная гонка с ним так что остается только к сожалению сразиться со спайком чего я очень не хочу потому что его будет жалко еще больше он и так неудачника после того как я перед всеми унижу его еще больше выиграю его один-на-один это конечно такое хотя кто на него надеется а чёрт что аж пора провернуть наше дело просто гляди вперед думая цели и достигнешь и и давай давай снова поймай меня я прям так и нарываюсь а ты настырный и никак от него невозможно отбиться потому что машину уничтожить нельзя скинуть на него тоже ничего невозможно просто надеюсь что он тебя потеряет как-то на рандоме там ну вот например сейчас зачем глушить двигатель если он может промчаться возле тебя на этом все закончится так еще одна гонка с ним дам намеченный счет ну все я меняю тогда машину назад на макларен спасибо покатался я на скайлайне он конечно крут но для финала он не подходит слишком слабенький я думаю даже бмв не подошла бы кстати да скайлайн то девяносто девятого года а бмв 2006 так что у бмв есть преимущество она новее где там эта гонка проходит маршрут стильно и быстро с прыжками и дрифтом блокада это звучит так как будто бы копы будут в гонке и будут ставить заграждение с шипами потому они назвали блокада очень надеюсь что это не так 60 тысяч и при этом ману нет рядом это легкая гонка с грузовиками задолбали спавнится на маршруте вы представляете сколько можно было бы набрать очков здесь если бы трафик не мешал что это за маршрут такой и вы знаете даже таких условиях я кое-как справляюсь и 60 тысяч думаю наберу еще ехать и основа по кругу ехать да конечно это же так весь я этот форсрут уже видел много раз но снова вы но на макларене вы меня не поймаете представляете да у меня был первый арест за всю игру именно финальной серии за все 18 выпусков первый арест и то только потому что я затупил у меня врезался коп и я не мог долго управлять машина то есть чтобы им попасть надо реально сдаться из жалости по эти деревья долбаных как теннисная сетка в gta-5 не знаю ну вот и все я набрал а еще четыре километра ехать что дальше делать потеть в рекорд разве что нормальная песня с названием боты да они точно все боты и в прямом и переносном смысл 100 тысяч я наверное наберу а вот больше да откуда почему он тут стоял это какой-то район такой еще и два на первом уровне копов две машины а почему на четвертом уровне копов одна причем одна такая же она точно такая же ничем не отличается 100 тысяч точно заберу уже хотя у меня были под конец сомнения что я смогу сделать потому что пошел вот такой маршрут не очень удобный использовать трамплины я прям вообще не хочу это непредсказуемая вещь ну вот и все 119 тысяч почти 120 то есть в два раза больше набрал чем надо было и это на машине которая не заточена под дрифт вообще которые в моем исполнении еще не может входить в поворота никак не в дрифте не просто никак так деталь я ее брал наверное нет не волнуйся не только лицо спайка увижу я увижу вообще все его и мод я спектр эмоций весь увижу так наверное это финал и так понимаю а бункер прям рядом можно было бы вообще поехать туда но зачем если можно телепортироваться я же ленивый все что мы не выполнили это только спайка наверное да потому что ману уже удовлетворен чёрная ночь и закат это моя эй класс эй привет вот знакомься привет привет я вон здарова я кен молоток ну что ребятки впечатлили да а блин как же круто что вы тут благодарю но куда теперь есть тот фургончик на шестой там такие креветки место шикарное сомневаюсь что кена интересует креветки креветки это круто но тут и команда моя и тачки может оторвемся а креветки потом точно 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 ты за ты так не шути я же такой впечатлительный я серьезно ты ведь за блин да конечно за тогда план такой ищем место упражняемся гоняем потом креветки так это кажись не все мы увидели наконец-то кена блока что и грустно и классно одновременно потому что мы наконец-то его увидели но неужели будет с ним гонка и когда я вообще хочу сначала это пройти а потом со спайком уже связаться на судя по всему хотя если я зайду в гараж и выйду может быть что-то поменяется игра что-то подгрузит нет давно я не был вообще в своем гараже точнее не выезжал оттуда я обычно телепортирую сразу на гонку никто пока не звонит но наверное должно пройти какое-то время игровое может быть пару минут чтобы со мной связались но наверняка же это все не просто так мне даже ачивку не дали хотя может быть и дали за ману я вот не помню не наверное не давали но никто не звонит походу финал будет с ману увы как только я начну гонку со спайком позвонит ману смотрите так и будет интересно посмотреть на спайка наш малыш получил кажется трепку причем я же вообще против него ничего не имеют вот так получилось что его кумир слился ой 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 твоя очередь ну чё как она надеюсь ты лучше этого лузера посмотрим на тебя лучше тачки води оу как делище какой он тебе отдал а два семь семь ведь да да ты видать не в курсе даже что оно лучше у магнуса эй ты чё разошелся магнус предложил ему тачку свою девятьсот одиннадцатую ясно да откуда у него вообще твой номер а правда что ли это ты сделал я ему дал успокойся успокоиться да это была моя тачка я ее заслужил хватит полегче ну же мы тут все заодно трэвис просто хочет чтобы у тебя все было не нужна мне его помощь а теперь что новичку все лавры да что а эй ну-ка ну-ка что с тобой ты же сам хотел этого ты на радаре у магнуса заметили одного из нас значит заметили всех мы все в одной лодке мир хорошо порядок прости старик просто для меня это так важно понимаешь мир погнали наш выход чувак да похоже ты все делаешь верно эхо я ожидал большего если честно они могли из этого сделать какую-то офигенную сюжетную драму ну устрою тебе потягаетесь с моими ребятишками ага круто спасибо словимся эй слышал дрифт один на один с ребятами из хуниган это реальная тема парень мы сможем увидимся ладно только не кидай меня старичок окей давай так ну да я ожидал гонку со спайком но судя по всему ее не будет как-то слишком быстро они все порешали это честно говоря странно я бы хотел чтобы он весь этот гнев выплеснул именно на нас финальные гонки то есть да спайк это типичный дурачок который ничего не может короче лузер но тем не менее можно было бы сделать финальную гонку с ним то есть он нас первый заметил но так как наш талант лучше чем или как там наши способности лучше у нас есть определенный талант мы продвинулись дальше чем он и его это задело с этого можно было бы устроить неплохой такой сюжетный поворот но увы эй как бы там ни было давай не подкачай дружище и об меня не бейся ладно моя машина тут сама уже бьется обо все ооо пенблок в гонке это хорошо но это не дрифт это просто эм это кто только что въехал окей я даже не хочу знать теперь а почему эта машина выехала именно сейчас и кто какой по счету я вообще ничего не понимаю это просто так покататься что ли что-то я ничего не понял машина магнуса доступна в магазине но разве я его уже не победил что вообще в этой игре происходит когда финал ничего не понятно тут же даже четко выраженного финала нет догадывайся сам по ачивкам называется потому что даже когда у тебя пропадают значки гонок эйми или там кого то еще это не означает что они закончились она может в любой момент позвонить и снова у тебя появится значок поэтому я сейчас не знаю что вообще делать со спайком наверное все с магнусами еще пару гонок будет с ману тоже непонятно наверное это тоже не конец еще что то будет возможно не против ману а какого нибудь кеноблока он же не зря появился в сюжете пускай в конце короче эта гонка ничего не значило судя по всему потому что можно было приехать каким угодно я ехал первым только потому что все слились и так сказать дали мне дорогу не дурно сыно не дурно а эти ребята оказывается на расслабоне еще больше чем я думал новый заезд намечается сейчас место тебе отправлю новый заезд намечается да сколько там еще этих заездов события с кеном и ману опередите магнуса на его поршики который походу можно купить но давайте сначала выиграем а где это вообще выиграем все таки ману и кена я надеюсь что машина магнуса стоит ноль не хотелось бы как то тратить на нее кучи денег зачем мне она по сути не нужна когда есть такой мощный макларен вообще непонятно когда это все закончится давай чувак вышли все 80000 что ж посмотрим извините кен блок я не хотел как то необычно да с ним ездить потому что он в кассценах есть по крайней мере я могу ехать теперь первыми никто ничего мне не скажет кого то там подождать блин опять не туда поехал тут вообще не страшно кстати проиграть ну то есть не страшно приехать вторым главное набрать больше очков чем они хотя по идее они же тоже их набирают но я их не вижу сколько очков у кена сколько очков у нашего кореша ману почему все так сложно одно очко набрал вот это да это новый антирекорд пробил дно ну то есть чтобы ноль не давать они дали мне один нормально я так подозреваю что будет еще гонка где будем один на один против кеноблок не просто ж так весь этот пафос то что он участвует сейчас с нами и бану это так дружеская гонка дружеский заезд нормально поехали назад две тысячи набрать о гоккин ну ты конечно жесткий из своей тачки все вытягиваешь а как вам такое у меня уже соточек почти вот теперь точно эх мало скорости а я бы хотел гонку со спайком честно это хоть как то разбавило бы слишком странный и непонятный сюжет хоть какая то мотивация была бы у персонажа то есть они нам помогают просто так вот просто потому что мы часть их банды хотя почему мы стали частью банды потому что нас спайк привел чему им нам помогать за мной кстати кенблок едет не ну такими темпами конечно если будут еще гонки то 50 уровень я наберу 25 причин чего нормальная такая песня но никто не звонит а нет все таки звонит эй парень мне тут звякнули момент истины это будет жестко серьезно это будет отпад кен скорее всего уже там тоже скоро подкачу увидимся дружище ну допустим о выиграете в джимхане против кена я так понимаю что это финальная гонка наконец-то безумный блок да и после этого будет финальная гонка уже надеюсь финальные с магнусом хотя подождите если я буду на поршике его ездить то на чем будет он в машине спайка что ли отлично отлично погнали 135 тысяч и 15 километров но это слишком легко прости кен но это так и есть слишком легко да если б не трафик это было бы в пять раз легче долбаный трафик ну ничего у меня все под контроль я наверное наберу тысяч двести точно за эту гонку снова не туда поехал но маршрут кстати такой же буквально только он чуть длиннее наверное ну как чуть раз так в пять ну но с другой стороны не набрать 135 тысяч за 15 километров это почти нереально это почти нереально даже если сильно тупить маршрут настолько большой что да что даже можно слить 11 тысяч и это не будет страшно если б не авария у меня уже было бы тысяч сто я только пять километров проехал ну чисто едет назад вот это шикарная гонка хотя наверняка финиш в другом месте будет ну вот больше половины уже набрал я вообще почему-то ориентировался на 150 тысяч а их надо всего лишь 135 интересно как там спайк он наверное придет посмотреть на эту гонку против магнуса наверняка будет катсцена после этого все таки это сюжетная ветка спайка зелененькая или это спринты так обозначаются вроде бы нет у ману не только дрифт и закрученные пошли маршруты да песня классная главное чтоб за нее не банила если будет банить придется вырезать сами понимаете как я этим конечно уже давно занимаюсь так снова поворот пропустил ну бывает потому что как тут сразу определить куда ехать ну кенблок сори бывает ну да это наверное была месть за то что я его подставил да машина только что понятно она сама только что обрезалась я уже чисто страдаю фигней потому что все выполнил пять километров нужно ехать просто так опять не в ту сторону господи как же это задолбало я наверное один такой кто постоянно путается куда ехать только у меня могут быть такие проблемы особенно когда такие улочки интересно куда поделился кенблок он уже за 3 9 земель отсюда что ли у него была куча времени чтобы оторваться ну что да можно еще лучше что за маршрут еще эти машины кажется я кстати видел его на миникарте и наверное 200 тысяч я не наберу особенно когда машину так вот на рандоме врезается это один из самых сложных маршрутов что я видел в этой игре шикарно врезался в мусорку или что да еще ну окей меня обошел кенблок но где при этом наш любимый ману который тоже в этой гонке вообще-то участвует да полтора километра ехать и тут что это за маршрут кошмар какой-то не каждый такой и осилит это уж точно наверное кенблок уже на финише меня ждет если я успею конечно до финиша доехать за это время ну давайте хоть успею а то наверное гонка проиграется из-за этого ух она была получается и на время и при этом нужно было набрать 135 тысяч это жестко ух я надеюсь что это все вот это вот последняя гонка была сюжет кимону нет кенблок эй братан кен на связи не хочешь в бункере встретиться есть что обсудить с тобой и ману увидимся так а вот это уже интригует честно говоря возможно это как раз оно встреча в бункере означает концовочку да или снова миллион гонок представьте если ради одной сюжетной ветки мне придется еще одну серию делать и это не финальное а и и и и и и и Ага. Пойдём. Эй, слышали? Кен меня на разведку берёт. Я Хуниган. Ух ты! Ух, красава! Да! Ну как оно? Вы вышли на лучших, ребятки. Мы справились благодаря ему. А ты благодаря нам, да? Да. Да. Всё, бежать надо. Навстречу судьбе и фортуне. Хе-хе-хе-хе. Да. Навстречу судьбе и фортуне. Да. Я смотрю, Спайк быстро из Тильта вышел. Или это просто так совпало? О! Неужели? Всё, сюжетка наконец-то закончилась с Ману. И теперь осталось только уделать Магнуса Уокера на его же Поршки. Только для этого снова придётся какую-то машину отправить на склад. Какую же? Давайте Субарчик отправим на склад. Мало места в гараже вообще. Порже 911 Карьера Магнуса. Ноль долларов. Это меня радует. На какой машине будет он? Это уже интригует. Так. Как можно быстрее проехать. Это спринт. Сколько километров, если не секрет? 50? Может, давайте 100? Миля. А почему Миля? А, стоп. Я не против него буду. Я на его машине буду ставить свой рекорд. А, это, вы знаете, забавно. Правда, 20 километров, конечно. Его Порш медленнее, чем мой Макларен. Это будет дольше, чем я думал. Ну, логично, да? Если он свою машину мне отдал, то на чём он будет ехать? Ни на чём. Это называется, в равных условиях я поставлю свой рекорд. Магнус на Поршике набрал, там, допустим, за 6 минут 40 секунд, а мне нужно приехать за 6.31. Проехать этот маршрут. Но это, по идее, реально. Ускоряется, кстати, довольно неплохо он. Правда, думаю, максималка такая себе. То есть, у Магнуса довольно средненькая машина. Хороший поворот. Довольно средненькая. Я ездил на куда более быстрый, когда против него катался. А это разве честно? Там не было никаких лимитов на мощность машины, как в других гонках, например, да? Когда нужно было покупать Хонду С2000 или Мазду МХ5, чтобы влезть в рамки 200 лошадиных сил. 76 контрольных точек. Вы шутите? Я думаю, эта гонка довольно трудная. Потому что за 6.5 минут проехать 20 километров даже на Макларене было бы трудно, я думаю. Хотя, возможно, мне так кажется. Сейчас будет прямая, на которой я пролечу со скоростью 300 километров в час пролечу километров в 5. Так оно, в принципе, выходит. Правда, увы, это ненадолго. Вроде бы у меня еще не было таких спринтов, чтобы аж на 6.5 минут кто-то растягивался. Кольцевые, да. Ну, это понятно. А вот спринты. Ну, еще половина. И я проехал где-то половину как раз по километражу. Естественно, куда же без копов в финальной гонке? Нет, честно, я бы на его Поршке не ездил. У меня есть Макларен. Нормально. Удобно. повернуло. О, мост из GTA 5. Тот самый. На котором еще была миссия по спасению сына. Который сидел в лодке, по-моему, да? Что-то такое. Миссия Майкла. Хотя давно я сюжет проходил. Могу и забыть, как там точно было все. Что-то мне не нравится время. Вообще не нравится. Две минуты и еще 6 километров. Я точно успею. Потому что я мог уже накосячить по ходу этого маршрута. Он же длинный. Там всякое происходило. Я не застрахован от косяков. Тем более, да, в моем случае косяки это частое явление. Неужели? Прямая пошла. Вот теперь можно разогнаться. Вот на этом отрезке маршрута вполне себе можно успеть за минуту оставшуюся. Это хорошо. А вот дальше уже не очень. Полторы... Точнее, минута и полтора километра было. Туга у него с поворотами. А, и откуда вы взялись? Просто так катались за гонщиком, да? И тут я такой. Какое падение? Не, я успел. Еще пол... Полчаса, хотел сказать. Еще 30 секунд было. Полминуты. Да, проехал быстрее, чем Магнус на 30 секунд. Практически. 28, 29. Где-то так. Почти полминуты. За мной еще копы едут, да? А нет. Нормально, коп просто проехал мимо. Так, кажется, нас ждет фиеста, да? Всеобщее празднование. Или как это еще можно назвать? Короче, финал. Финал. Скорее всего, именно такими словами можно описать. Таким словом. Да, еще и место с самого начала игры. Тот самый бар или кафешка-то. Вообще, это клуб. Я же говорил тебе, парень сможет. Полный от аст. Вот и он, как сам. Эй, прям как я в молодости. Ага, только в твоей молодости такой клевой тачки не было. Не в бровь, а в глаз. Всегда следуй своему сердцу. Воистину, старина. Эй, спай. Трэвис хвалил тебя. Блин, спасибо. Это много значит правда. Ты заслужил. Ну что, отметим? Подняли. Вперед! Новый этап твоей жизни. Зажигай. Эх, а я ждал большего празднования. Утолить жажду скорости. Эх, походу это все. Как-то я хотел хотя бы титры увидеть. Ежедневные испытания. Спасибо, это меня точно не интересует. Заработал я еще 312 тысяч долларов, точнее не еще, после того, как купил Макларен. Кстати, что это за значок? Эм, так я прошел основной сюжет, нет? А значок все еще не открылся. Значит, я не прошел. Если никакой финальной гонки еще не будет со спайком или еще с кем-то, то по идее все. Эм, я, наверное, изучу этот вопрос сейчас, почему у меня не открывается вот этот пункт. Пройдите основной сюжет, чтобы открыть. Я же прошел основной сюжет, разве нет? И что бы вы думали, звонит Робин. Эй, как дела? Он готов. Привет! Давай у нас от особой заезд намечается только нашим. Я почти на месте, ребята. Я уже на месте. Ладно, выдвигаюсь. Ого, ты это слышишь? Давай сюда, дружище. Адьес. Так, а что это? Что это за заезд? Мне ниже третьего места в гонке с Робин и другими. Это что, последнее задание, я надеюсь? Только давайте я возьму все-таки Макларен, поскольку моя машина гораздо быстрее, чем этот Порш 911. Я, конечно, любитель как раз 911-го Порша, но не в данном случае. Просто кольцевая гонка как-то странно. Там, походу, все собрались, то есть все персонажи из игры, я так понимаю. И наверняка это не финал. Вот это будет просто очень странно. Круг почета. Но звучит, конечно, по-финальному. 25 километров. Понятно. по крайней мере на своей тачке это будет быстрее. Робин, Трэвис, Спайк, Ману, Эйми. В общем, все наши ребята. За исключением, конечно, Магнуса, Кеноблока и других. Посторонись, Трэвис. Что за ведро? Что за убожество? Спайк машину обновил? Или я просто забыл, как она у него выглядит? Ничего себе, откуда у них столько дури? Я что, машину зря прокачивал? Извини, Спайк. А, мне нужно занять не ниже третьего места. Точно. Я, в принципе, могу прийти и третьим. Ну, раз уж так, то почему бы не прийти первым? Вообще, было бы круто прийти первым после всего этого. И всего-то два круга, только через всю карту, наверное. Опять этот поворот. Непонятно, почему у меня ничего не нажимается. Макларен явно тут сильнее всех их тачек вместе взятых. Я мог и на Марсе это пройти. И, наверное, даже на БМВ. Но зачем? Если у меня машина чисто под финал есть. Я что, зря покупал? Зря тюнил? Мне кажется, в разгоне этой тачке равных нет при дефолтной настройке. Уж слишком быстро она разгоняется. Как корвет в карбоне. По ощущениям. Да, пожалуй, я точно займу первое место, если ничего такого не случится под конец. потому что они ничего не могут сделать. Где там круг заканчивается? Я же уже близко. Ненавижу вот это, когда делают слишком длинные заезды. Для чего? Чтобы игру растянуть? Ну, у меня уже серия выйдет на час, получается. Но если она финальная, то, конечно, того стоит. Хотя я бы свободно мог вырезать отсюда половину этой гонки и никто ничего бы не потерял. В принципе. Ну, ладно уже. Просто кому интересно смотреть на то, как я 20 километров езжу на первом месте? и ничего не происходит. Если бы гонка была маленькой, то и смысла не было бы ничего вырезать. Что-то я не понял, где круг заканчивается. А, 38 контрольных точек. Точно. Вот, 35 контрольных точек. Еще три точки и круг заканчивается. И это где-то минут на 10 получается. Около того. Нормальная такая гонка у вас? Надеюсь, это последняя, да? Что вам еще от меня надо? Так уже всем все доказал. Эти рандомные гонщики теперь не помешают. Я буду внимательно смотреть, куда еду. Интересно, кто на втором месте? До этого был Спай. Но у кого-то же, или Трэвис, у кого-то же из них самая быстрая машина была. Я не думаю, что у них примерно одинаковые. Кто-то все-таки самый быстрый, и скорее всего это Трэвис. Хотя может быть и Спайк. Спайк. Спец по спринтам. Как вспомню, сколько мы гонок гонялись в самом начале. Это как во втором андеграунде. Столько контента навалили. Вот ты проходишь, открываешь новый район, и там миллион гонок открывается. А я же все еще и проходить хотел. Не знаю, зачем, правда. То есть это в любом случае не сделало бы ачивку прохождения на 100%, потому что я пропустил кучу скрытых гонок. А это все учитывается в 100% прохождение второго андеграунда, если посмотреть статистику. Какой смысл я все это проходил, не знаю. Из-за этого у меня была серия, мне кажется, столько же, сколько по Моствонду. Если по Моствонду, то серии были бы такие длинные. Потому что раньше я делал их по 20-25 минут, но может быть по полчаса. А сейчас 40-50 минут, а эта серия вообще час будет идти. Сколько? У меня 5 миллионов репутаций. Насколько я помню, в Моствондате на Рейзера надо 10 миллионов. Наверное, я сейчас мог бы с булом потягаться или с Рони каким-нибудь. Наверное, с Рони у була 7,5 миллионов. Мне кажется, Рони как раз 5 миллионов требовал. А если нет, то в топ-5 мне точно обеспечен путь. Если бы тут, конечно, был черный список. Вообще, я так понял, только Black Box были гениями сюжета в NFS. Только они могли придумать мотивацию проходить игру. Потому что лично в NFS новых в том же хит или в пейбеке нет смысла вообще проходить сюжет. Он неинтересный. Он не мотивирует. В NFS 15 то же самое. Я прохожу его только потому, что я делаю прохождение, мне это надо. Так бы, не знаю, для себя проходил бы я его или нет. Катсцены тут классные. Действительно постарались. Если бы в Most of the такие катсцены были, мое почтение. Но увы. В Most of the мы имеем самые примитивные катсцены, потому что это первый опыт. Это первый опыт разрабов с катсценами с реальными людьми. Это потом уже они разошлись по полной. Вспомните Carbon. Вот год прошел спустя, да, как вышел Most of the и в Carbon уже такие классные катсцены были. Потом в NFS Undercover, несмотря на всю его провальность, катсцены были еще лучше. Ну и в NFS 15 это уже полноценный фильм. Жаль только, что бессмысленный. Фильм бессмысленный, но красивый. я бы хотел такие катсцены посмотреть в Most of the если честно. Ух, вдруг почета закончился. Скажите, что это все. Или опять нужно с вами встретиться где-то в кафе. Да-да. Эй, эй, народ, народ, погодите, не разбегайтесь, тут кое-что намечается. Ладно, скоро сообщу вам. Опять? Что еще у вас намечается? Насколько у меня серия вообще выйдет? Так как мне, в принципе, делать больше нечего, я буду ждать ее звонка. А что, варианты есть? Ну, реально, я все прошел. Карта чистая. Если не учитывать, конечно, вне сюжетной гонки. А, проверьте сообщение. А я что говорю, а? Нет ничего лучше гонки со своими. Я-то за. Но ты нам, оказывается, не все говоришь. Кен проболтался? Ладно, выдам секрет. Последняя гонка. Мы в шестером. И Кен Магнус Риски Девил Накай Сан и господин Марахоши Сан Господин Мурак какой Сан Спайк Иногда ты такой невнимательный Моя детка великолепно Робс Мы за Да, я, конечно, этого ожидал, но раньше, раньше оказывается еще одна гонка будет против всех. В команде мечты. Ну, давайте 100 километров. Я готов. Что там эти 100 километров? Всего лишь полчаса проехать. Ну, это вообще ни о чем. Делаем ставки. Реально, сколько будет километров? В команде мечты. Надо было машину починить. 34 километра! Боже, да я их всех не почувствую. Почему я должен ехать 34 километра с такими болванами? О, боже. И это спринт. Это спринт через всю карту. Я так и знал. не, я не плачу. Это просто ужас. Зачем они так со мной поступают? Вот классный поворот. Учитесь. А теперь посмотрим на вашу скорость. не, это в любом случае будет очень долго, даже если ехать только по шоссе. я проехал четыре километра за минуту. Если проецировать это на 34 километра, то минимум минут блин. Минимум минут восемь. Снова я проехал это место. Я не вижу смысла делать рестарт, потому что я их все равно догоню. так, понятно. Это у нас кто? Марахоши Сан или кто он там? Да. Задолбали эти повороты. Но я пытался только что тормоз нажать. Окей. Куда меня тянет? Почему-то постоянно вбок. НФС 15 довольно длинная игра, если пытаться пройти все сюжетные гонки. Ну, потому что это и является сюжетом. То есть, как бы я ни старался, но такими темпами вышло бы минимум 20 серий. Или, подожди, 19, если бы я сделал эту серию не на час. Хотя я еще не знаю, как я буду это все монтировать. Чем это лучше второго андеграунда? Да ничем. Только управление тут хуже. Сюжет там тоже никакущий был. О, Эйми на первой месте. Привет. Жаль, что, к сожалению, это Эйми. Я бы хотел увидеть Робин. Она заслуживает. Могу ее забустить. Какое же все-таки бешеное ускорение тут от нитро. Поначалу это казалось весело, но теперь, когда я уже проехал 10 километров за 3 минуты, это настолько грустно и неинтересно. Я даже не знаю, что говорить. Они ведь не звонят, не общаются, просто едут, как боты. надеюсь, за эту гонку я апну 48 уровень, иначе будет зря. То есть, вы понимаете, да, я провтыкал поворот, но при этом не делал рестарт, потому что, да, ну, как обычно, обрезался в машину, не делал рестарт, потому что, какой смысл, еще раз 3 минуты потратить, если у меня впереди еще 20 чем-то километров, я могу их догнать. Какой в этом смысл? Развернулся, поехал назад, в итоге всех догнал. Всех. И где они? Даже после моей аварии я никого не вижу сзади. 104 контрольных точки, вы понимаете? 104. Оригинально они решили закончить эту игру со спринтом через всю карту. Наверное, это пока что самый длинный маршрут из всех NFS-ах, в которые я играл. На моей памяти ничего похожего у меня еще не было. В NFS Most Moved 12 был какой-то длинный маршрут, но это наверное ни в какое сравнение не идет с этой гонкой. Вообще. Только не говорите, что придется поворачивать куда-то. Придется. Лучше бы я дальше ехал прямо. Обожаю эти повороты. По такой скорости проехать их нереально. Вообще никого рядом нет. Вы понимаете, насколько я далеко от них? Классная гонка. Всем советую. Только ради этого вам стоит пройти всю игру. ну вот я не понимаю зачем столько ехать. Если бы маршрут был не 34 километра, а там 15, тоже было бы много, но хотя бы объяснимо. Финал все-таки, но 34, когда никто и близко рядом возле меня не находится. да, близко рядом, но вы поняли. Никто и близко возле меня не проезжает. Даже когда я ошибаюсь, никого рядом нет. Никто не наказывает за ошибки. Это, конечно, очень интересно. И мне кажется, под конец игра чисто решила сама себя удлинить. Ее растягивали как могли на эти все мини-сюжеты. Но, наверное, если слепить все катсцены в одну, то сюжет там будет минимум на час. На полноценный фильм. И за это, конечно, спасибо. Наблюдать за игрой актеров одно удовольствие. Можно еще больше копов? Макларен, остановитесь. Догони! Арестуй, так сказать, как ты это сделала. Это вроде бы она была, да? Сделала со Скайлайном. Вот позор, конечно. Я забыть не смогу, наверное, никогда. Как вам вообще? Гонка, которая идет уже 8 минут. И это еще не конец. Она еще будет сколько там? 4 минуты или не 4, 2 может быть. Не уже ли хоть кто-то не может навязать мне конкуренцию? Хоть кто-нибудь? Она же говорила, Магнус в этой гонке участвует. Вроде бы. Где он? Где этот ваш Магнус? Он точно есть? Почему в заездах один на один он был жестким, а тут как болванчик? Ничем не отличается от любого из них. Хотя вроде как он же икона этой игры, он самый жесткий. Ну, после меня, конечно, уже я его свернул. Мне просто интересно было бы посмотреть на отрыв. Какой у меня отрыв от них? Увы, я этого не узнаю никогда. Ну, врезаться я не перестаю, как бы, да? Время идет, а ничего не меняется. И вот смотрите, я ошибся. Почему никого нет рядом? Представляете, если бы я сейчас гонку слил? Вот это было бы круто. Реально, и без шуток, это было бы круто. И переигрывал бы все заново, бомбил бы, были бы эмоции, а так, ну, что это? 9.20. Почти 10 минут. Вот представьте, да, если бы меня реально пытались обойти, если бы было бы напряжение в гонке, я бы под конец сейчас врезался, меня бы обошли, и я бы это переигрывал. О, 48 уровень, как я и думал. 100 тысяч репутации практически получил. Я надеюсь, это уже точно все. Трэвис, скажи, пожалуйста, что это правда, что мы сейчас отпразднуем наконец-то мою победу над всеми, над всеми вообще, кто есть в этой игре, кроме рандомных ботов, конечно же. И против трафика. Трафик без шансов меня уничтожит. Все это знают. Хоть бы машину починил, Нубера. Чемпион тут приехал. Здорово! Слушай, у Робин тут сюрприз для тебя. Твой звездный час. Но помни, братишка, дорога продолжается, учет. Идем скорее, ходаться будем. Эй, а вот и наш герой. Так, народ, давайте, давайте плотнее. Так, готово? Тащи! Не, ну могли нормально меня сфотографировать. Почему сразу лицо главного героя скрыли? Ну что это? Я как клоун запомнюсь какой-нибудь. Боже, неужели в этой игре существуют титры? Я думал, этого этого не бывает. Что ж, наконец-то я могу с уверенностью сказать, что мы прошли NFS 15-го года. Эта серия, наверное, побила все возможные рекорды, потому что пришлось тут участвовать вообще во всех заездах. Без этого никак. Давайте пропустим, что ли, посмотрим, что будет. Легендарная икона. Что вот это такое? Оно еще не открылось. Я хотел посмотреть, что это, оно не открылось. Окей, я выйду из гаража и посмотрю. Если ты не откроешься, то я не знаю, что я сделаю. В общем, да, мы прошли эту игру, наконец-то. Мы потратили 18 эпизодов. Хотя, по факту, там, наверное, 19. Ну, около 20 мы потратили. Где-то так. Было весело, но сюжет реально ни о чем. Вот вообще. Ксцены классные, но они ни о чем. Так же, как и сама игра. Поэтому неудивительно, что у нее такие отзывы. Да что такое? Пройдите основной сюжет, чтобы открыть. Я прошел основной сюжет, почему мне не открылось это? Что я еще должен сделать? Короче, это, походу, останется тайной. Это останется тайной. Что это такое? Чуть не прочитал восточный меч. Думаешь, что такое восточный меч? В общем, да. Кажется, это будет загадка, но вы напишите в комментариях, что это такое. Я увидел титры, а это значит, что игру мы прошли точно. Поэтому, на этом мы заканчиваем. Это было прохождение Need for Speed 15 года. Снимал его для вас Dempsey. Дальше будет Half, больше Half и еще, наверное, и эпизоды. Carbon Battle Royale. Ну и прохождение Most Wanted на стоковом Кобальте. Ну и других стоковых машинах потом. Так что, ждите эти видео. Спасибо всем за просмотр. Это был Dempsey и Need for Speed 15 года. Всем пока. Эй, о чем мы там говорили? А, о наших планах. Так вот, берем самые крутые события, которые мы устраивали, и повторяем лучшие из них. Но на этот раз поднимем планку. Каждая секунда на счету. Это реальные гонки. Я даже вызвонил старого друга. Эй, Робин. Привет, Трэвис. Звучит здорово. Я подготовила то, что ты просил. Так, вот как мы сделаем. Будем отслеживать этим новым приложением на твоей трубе. Робин набросала пару строк кода спецом для нас. Так я ж хакершей была, не знал? Ты полна сюрпризов, Робин. Ишь ты, старый лис. Просто хочешь, чтобы я с твоими штрафами разобралась. Короче, у нас пять раз. По одной на каждого из нашей банды. И у меня своя есть. Аж гордость берет. Ага, и у меня. Чтобы засчиталось, надо выиграть все события на трассе. Так веселее. Короче, все по-взрослому. Ха-ха-ха. Ну и вишенка на торте. Когда пройдем все трассы, повторим финальную гонку. Посмотрим, кто звезда Вентуры Бэй. Ну тут главное не только престиж заработать. Мы вообще-то вынули все деньги из доверительного фонда Спайка, чтобы надыбать денег на приз. Ха-ха-ха. Он не спохватится. Да, Спайк не обрадуется, когда вернется. Ну а ты репутацию заработаешь. Короче, глянь, новое приложение. Дай мне повод для гордости. Чао. Увидимся. Пока. В общем, да, я это обнаружил случайно. Просто сидел в менюшке, мне они позвонили. Так что да, после игры открывается какой-то режим типа испытаний. То ли, чтобы на платину выполнить игру, то ли, типа того. Я этим заниматься не буду. Главное, что оно появилось и вот смотрите, как оно выглядит. Ну и соответственно, все на этом. мы узнали тайну, которую я пытался в конце игры сам проверить и открыть не получилось. Но через время позвонили и все разрулилось. В общем, спасибо еще раз всем, что смотрели это прохождение. С вами был Демпси. Увидимся в других видео и всем пока.